Вот так начнёшь изучать выставки в Борее за последние полгода и уверуешь в переселение душ. Но я не о том, что Дамир Ишамгулов и Айдар Ишамгулов чем-то связаны, понятно чем, а о том, что, например, как кажется, башкирский пейзаж или башкирский портрет, а в действительности нас он уводит Кандинскому, Малевичу, Филонову, так? Да, понимаешь, разглядывая творчество этого художника, понимаешь, насколько он благоплавный. Как он впитал огромное количество интереснейших и, наверное, в своё время самых передовых, да и до сих пор самых любопытных изобразительных каких-то тенденций. В творчестве этого художника нет ярко выраженного национального колорита. И он такой хороший европейский художник. Единственное, что я бы отметил, в некоторых работах есть вот эта традиционная советская, опять же распространённая в национальных республиках, декоративность. Знаешь, когда расписать ДК, там ещё что-то, вот это есть. Но я думаю, что это монументальность его характера, его языка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот маленькие деревни Как бы сгонялись в большие деревни А маленькие деревни исчезали Прощание с материкой Да, 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 да Вот именно Поэтому я бы не сказал Что это самой идеализации Когда мы городские люди Туда ездим Естественно мы ездим Как бы отдыхать Любоваться красотой А то, что там происходит Мы через себя же не пропускаем Мы просто смотрим со стороны По этому сложности Деревенской жизни Трудности этой жизни мы как бы не воспринимаем. Но поскольку я в деревне живу, и все, что деревенские люди делают, я умею делать, поэтому мне это знакомо, и поэтому я пишу именно так, как пишу. Субтитры создавал DimaTorzok Вчера вечером вдруг меня что-то торкнуло, и мне захотелось там кое-что выяснить. Я взял Коран и стал вычитывать, выискивать тот кусочек, который мне очень был нужен. И сегодня, глядя на работы этого автора, я замечаю в них христианскую символику. А вот мусульманской символики совсем нет. Ну, понятно, потому что ее как бы и не может быть, но смысловой нагрузки нет. Знаете, такая светская хорошая живопись. И часто вы Фенди Бабая читаете по ночам бессонным Коран? Нет, не часто. Здесь мне нужно было только выяснить одну небольшую вещь. Хотел выяснить разность переводов, но мне не удалось. А я вот о другом, как говорит один мой коллега по Артлик Безу. Вот этот розовый тон не превращает ли он все-таки деревенскую тему ну совсем уж в такой лубочный гламур? Сегодня деревня, она фактически исчезает. И вот на этих картинах мы тоже не видим настоящую деревню? Наверное, да. Наверное, это тот розовый фон, который воспоминания. Хорошая, славная, замечательная деревня. Конечно, она не такая, это точно. Хорошая идея о том, что художник таким образом переживает об уходящем.